добрый вечер дорогие друзья дамы и господа подписчики и гости канала сегодня суббота 13 февраля я вас приветствую из брюсселя и мы продолжаем обсуждать международную политику и так сегодня из вашингтона пришли вполне ожидаемые новости 2 печен президента трампа провалился точно так же как и первый несмотря на титанические усилия демократов и публичные закулисные им удалось склонить на свою сторону только 7 республиканских сенаторов вместо 17 необходимых а это значит президент трамп сохраняет все регалии все привилегии своего статуса 45-го президента сша это значит он может продолжать заниматься политикой и избираться и быть избранным конечно это грандиозная новость для его избирателей для его сторонников для республиканской партии для его семьи милани трамп и конечно для самого президента я не буду пересказывать всех перипетий сегодняшнего очень эмоционального дня очень бурного дня я хочу обратить ваше внимание на итоге импичмента потому что президент не только отбил атаку своих политических противников но заработал колоссальный политический потенциал и в общем то оказался на пьедестале нанеся удары по имиджу своих оппонентов это подтверждает и сегодняшнее поведение команды джо байдена которая настойчиво просила и высказала пожелание о том чтобы как можно скорее свернуть все дебаты это и понятно потому что все три адвоката президента трампа выступали не просто как защитники то есть они выступали на самом деле как прокурор как обвинение они выступали с блистательными политическими речами обличая обвиняя демократов в том что они создали тот политический климат в котором и происходили события 6 января на этом я хотела бы остановиться отдельно потому что сегодня произнес обличительную речь заключительную речь адвокат президента майкл фан дер вейн его речь была наверное самой резкой из всего что мы слышали до этого от сторонников вернее от адвокатов президента потому что он обличал и он не я бы сказала он называл вещи своими именами потому что он говорил о том что это вендетта это выходит за рамки закона потому что никакие правила не соблюдается ни правила сената ни правила палаты представителей не уважались и тем более не уважать за конституцию то есть это обсессия не преследованием политического противника это фобия это какие-то патологические процессы которые создают опаснейшие прецеденты для демократии для сша на столетие вперед так говорил сегодня майкл фан дер вейн и конечно каждое его предложение было ударом по имиджу демократической партии мы это поняли уже сегодня ранее потому что демократы не знали как точно реагируется на удары по имиджу которым наносили один за другим адвокаты президента потому что они оказались не только экспертами в области права но они произносили очень сильные политические речи именно указывая на то на тот климат двойных стандартов которые создали демократы на культивирование вот этих фальсификаций когда цель оправдывает средства когда они перезергивают твиты когда они приводят слова совершенно из неизвестных источников и так далее и тому подобное кстати именно вот эти обвинения которые звучали и ранее со стороны адвокатов президента и привели к тому что демократы были загнаны в угол и они почувствовали необходимость вызывать свидетелей потому что раньше они этого не планировали то есть это не планировалось но не так получилось потому что критика была настолько сильной и настолько жесткой что у них просто не оставалось вывода выбора потому что за ними наблюдали не только десятки миллионов американцев но фактически весь мир и они поняли что они выглядят совершенно неприглядно поэтому они вышли с этой идеи что конечно же надо вызывать свидетелей но тут вмешалась уже команда джо байдена потому что это было нежелательно для них они сказали по словам инсайдеров что этот дебат необходимо свернуть потому что надо переключиться на повестку дня демократов это крайне желательно предоставлять такую платформу своим политическим оппонентам да действительно адвокаты президента трампа превратили это судилище фактически платформу в арену в трибуну для продвижения взглядов республиканцев особенно тех которые сплотились вокруг президента трампа для продвижения взглядов самого президента и в общем то это был на самом деле грандиозный пиар для трампа поскольку он его речи его мысли слова его позиция концепция это все просто цитировалось и разглядывалось под микроскопом поэтому его позиция которая скажем не была в каких-то аспектах известно некоторым американцам стало известно но что самое главное это не только пиар и продвижение президента трампа который оказался просто на пьедестале и в этом ему конечно помогли его блистательные адвокаты но конечно колоссальную проблему для демократов представляли эти массированные я бы сказала ковровые бомбардировки которые начал дэвид шун и которые продолжили остальные потому что брюс кастер да даже некоторые подтверждают это потому что брюс кастер начал очень мягко начал дипломатической речи но потом он тоже изменил свою тактику и он тоже стал предельно жесток и он обвинял демократов том что они устроили не суд а судилище и это просто недопустимо по отношению к американской демократии американскому народу так прогибать и так манипулировать конституции политических целях все вместе конечно нет наносила удар по демократам и все это завершило наверное сегодня выступление майкла фан дер вейна который сказал о том что именно демократы создали этот моральный комфорт для погромщиков и он привел как пример сочувствие демократов погромом которые произошли в сша и прошедшим летом в частности инициативу камалы харрис для созданию фонда с тем чтобы предоставлять залог чтобы помогать погромщикам погромщиком выходить из под ареста под залог а то есть это была и инициатива как их спасать так сказать невинно пострадавших потому что демократы и тут я говорю это не говорил это говорил не фан дер вейн это говорю я сейчас демократы без конца летом цитировали заменитую фразу мартина лютера кинга который говорил о том что восстание это язык неуслышанных то есть восстание всегда миноваты власти политики потому что это те люди которые отчаялись и вот этот язык неуслышанных это и есть вот эти погромы эти беспорядки и так далее аналогичные цитаты приводились из нэнси пелоси и других демократических лидеров поэтому конечно весь этот процесс просто стал политической битвой в которой победил президент трамп и мы видим эту победу мы понимаем что это абсолютная победа потому что сегодня именно все было очень быстро свернуто и даже сами демократы не использовали того времени которое у них было они тоже предпочли последовать пожеланию можно сказать или совету команды джо байдена которые решили что это становится просто опасным или это наносит ущерб интересам демократов продолжать все эти обсуждения и продвигать взгляды республиканской партии на этом я хотела бы закончить мой краткий комментарий еще раз подчеркнув что президент трамп оказался верен сам себе он не единожды в течение своей жизни был в очень сложных жизненных ситуациях и ему грозили банкротства и многие другие перипетии которые не всегда были в его пользу и конечно тоже удача не всегда была в его пользу в течение его жизни но он всегда показывал себя борцом он показал себя борцом и на этот раз и конечно он очень хорошо знает людей и разбирается в людях я не согласна с теми кто говорит что он не разбирается в людях это не так мы видим он подобрал совершенно уникальных в своем роде адвокатов его команда адвокатов была наверное самой блистательной триадой которая когда-либо выступала на арене вместе на в публичном пространстве вместе это конечно уникальные речи уникальные люди в самом высоком смысле этих слов и конечно он сумел обернуть плюс минус простите на плюс как сказал поэт неси свой крест как самый крупный плюс и на президент трампа демонстрировал всем нам как можно обернуть поражение в абсолютную победу и теперь мы будем ждать от него дальнейших действий конечно даже по той детали что первая лезья милания трамп открыла свой офис в поддержку мужа свидетельствует о том что президентская чета намерена конечно действовать и она сплотилась и также сплотились сторонники президента трампа я хотела бы поговорить отдельно о его оппонентах его же партии но сейчас идут интересные процессы в республиканской партии которые заслуживают отдельного внимания и скажем сегодня враг президента мич макконнелл не отважился голосовать против него потому что поступили сигналы из его штата о том что ему грозят политические последствия если он будет продолжать враждовать с президентом и голосовать против интересных интересов республиканской партии на этом я заканчиваю я жду ваши комментариев и желаю всем приятного вечера